Всем привет! Продолжаем наши прогулки по Астамбулу. Сейчас мы находимся в парке на площади Токсим. Сегодня выдвигаемся в сторону района Бишикташ. Первое наше место, значит, это гондольный подъемник, на котором мы переместимся в парк Мачка, а потом уже пойдем спускаться в дворцу Толмабахча. Поехали! По пути нам попадаются вот такие вот красивые здания. Это архитектурный университет Стамбула. Здесь роскошные отели Гранд Хаят. Район этот уже довольно-таки богатый. Здания здесь относительно современные. Идти до подъемника совсем недалеко. Вот мы уже практически подошли к нему. Прогулочка составила минут где-то 7. Улицы здесь довольно-таки располагают для прогулок. Широкие, тихие. Машин нет. Так, ну что, идем к подъемнику. Подъемник оплачивается также истамбулкарт. Проезд стоит как на метро. Сейчас проверим, но должен стоить 15 лир. С этой стороны просто заходите, садитесь, оплата будет с обратной стороны на выходе. Как раз один подъехал. Вот они стоят, никого нет. Просто заходите туда и садитесь. Потом человек выйдет, закроет вас перед отправлением. Продолжение следует... Продолжение следует... Вот как раз этот парк Мачка или Маска непонятно. Добрались мы до противоположной стороны на подъемнике. Сейчас пойдем, пройдемся по парку. Посмотрим, что здесь интересного. Здесь есть площадки для занятия спортом. Очень много людей здесь выходят утром на пробежку. Гуляют с собаками. Такое тихое зеленое место в центре Стамбула. Есть здесь вот такая небольшая детская площадка с горками, развлечением. Такие широкие тротуарчики. Еще здесь вот небольшая спортивная площадка такая. Здесь, в принципе, таких в Стамбуле много. Люди вот уже с утра развлекаются. Здесь что-то вроде искусственных водопадов. Водичкой течет. Тишина. Вот как раз этот подъемник, на котором мы сюда приехали. Протяженность его небольшая. Но если охота прокатиться, то почему бы и нет. Стоит это недорого. Детская площадка тут для совсем маленьких. Это вот название данного парка. Так мы и не можем понять, то ли это мачка, то ли это маска. Из таких вот разобранных буковок. Но если стать спереди, то можно будет название прочитать. Так, где оно у нас? М не собирается. Вот так вот как-то. Вот так вот выглядят туалеты в Стамбуле. Вход, как правило, одну лиру стоит. Можно заплатить Истамбул картой или одной монеткой. Поэтому берите с собой монетки или карту. Беговые дорожки выглядят здесь вот следующим образом. Небольшая какая-то щебеночка. Парк небольшой, там люди прыгают, скачут. Если рядом находитесь, то хорошее, в принципе, место для пробежки. Сейчас мы идем к выходу и двинемся в сторону Бешиктаж арены или Водофон арены. Выход из парка находится вот здесь, прямо рядом с Водофон ареной. А здесь, посмотрите, какой отель The Ritz-Carlton. Вот такой вот вид. Находимся мы рядом с Далмобахче. Вот он там находится. Сейчас перебежим дорогу. Так, стадион этот домашним является одноименной группой футбольной команды, точнее Бешиктаж. Здесь вот можно купить атрибутику, кофеечко попить. Подходим мы к главному входу стадиона. Встречает нас символ этого футбольного клуба. Такой красавчик. Орел. Внутри также есть музей Бешиктаж. Любителям футбола можно его посетить. Людей вот здесь никого нет. Так вот это выглядит внутри. Туда заходите, кому надо. И идете в музей. Также, помимо музея, есть здесь и тур по арене. Стоимость его 300 лир. Поэтому, кому интересно, заходите. Мы хотели зайти, но сказали нам с камерой нельзя, ничего снимать нельзя. Поэтому, если пойдем, то не сегодня. Сейчас выдвигаемся во дворец Далмабахче, дворец Султана, в который съехали они из Топкопы. Пойдемте посмотрим, что почем, много ли туристов, попадем ли мы вообще туда сегодня. Вот такой вход. Количество туристов. Невероятное. По-моему, больше, чем в Топкопы, когда мы были. Сейчас попробуем туда пробиться. Смотрите, какая там очередь начинается. Билеты, значит, продаются у нас вот здесь. Там была очередь просто на досмотр вещей. Людей не так, чтобы совсем много, ну и немало. Сейчас подойдем, посмотрим, сколько там стоимость билетов. У нас входы 650 лир. Красота, конечно, непередаваемая. Достойно настоящих султанов. Ну, идемте заходить. Зашли мы сюда довольно-таки быстро. Идем смотреть, что там за сады такие замечательные. Вот такой сад разбился прямо перед дворцом. Дворец, кстати, построен в 1850-х годах с султаном. Тут рядом есть Илдис парк. Это как раз парк, тоже, где раньше могли гулять только султаны и приближенные. Про него мы писали. Сейчас можете в этом парке погулять и вы. Может быть, сегодня дойдем до туда. Кстати, Ататюрк тоже какое-то время здесь жил. И здесь жил, вроде как и умер. Вот такой вид на выходе из дворца. Убранство, конечно, дворца впечатляют. Дурого-богато. Поговаривают, что 15 тонн золота и 40 тонн серебра ушло на его украшение, так сказать. Ну, впечатляет, впечатляет, ничего не скажешь. Сам выход выглядит не менее впечатляющим. Как обычно, здесь огромное количество туристов пытаются сфотографироваться до этих ворот с видом на Босфор, на азиатскую часть. Здесь и кафешечка такая. Если вы проголодаться, уже успели. Перед ней вот такой парк тоже открывается с фонтанчиком, маленьким прудиком, где плавает лебедь одиноко. Также есть здесь художественный музей. Вот здесь у него вход. Так вот выглядит. Вот так вот выглядит с другой стороны этот музей. Такая площадочка перед ним. Вход в музей 250 лир. Как обычно, снимать ничего нельзя. Поэтому показываем его только снаружи. Вот так вот выглядит вход в гарем. Не сильно выглядит примечательным, но внутри, конечно же, красиво. Перед ходом вот есть кафешечка. Можно посидеть, покушать. Вот и закончилась наша прогулочка по музею, дворцу. Планируйте, значит, минимум 2-3 часа даже, наверное, на его посещение. Территория большая. Посмотреть обязательно, конечно, надо зайти. Дорого-богато все. Ну, а сейчас мы идем дальше. Вот в ту сторону. Как раз проходим мимо арены Бешикташ и Долуа Бахча. Пойдемте смотреть Морской музей Денис Мюзеси. Что там, как там. Ну, вот так вот выглядит наружная стена этого дворца. Да, конечно, перелезть через нее не представляется возможным. Наверное, в высоту сколько? Метров 15? По ощущениям метров 15, может, меньше. С противоположной стороны тоже ничего такого выдающегося нет. Двигаемся дальше. Ну, а если вы не пойдете в Долуа Бахче, то вот здесь есть отдельный вход чуть дальше в музей художественный, который мы показывали ранее. Так что можете вот здесь зайти. Вход до здания музея бесплатный, поэтому заходите, посмотрите красоты вокруг. Да на лебедя, именно этого белого. Здесь же вот находится музей печей из дворца султана. Сейчас посмотрим, работает ли он? Вход в музей выглядит следующим образом. снимать внутри, опять же, сказали, нельзя. Вход стоит 90 лир. Людей, как видите, нету совсем. Ну, выйдем, расскажем, что там. Ну, что, сходили мы, значит, в музей. в музее представлены различные предметы быта из вдолма бахча, то, чем пользовались султаны, жены его, дети его, то есть там игрушки, всякие чайнички, сервизы, кухонные гарнитуры, мебель, даже есть станоматологическое кресло, которое с педальным приводом. Вот кто мог себе раньше позволить только зубы лечить. Минут 20 займет у вас посещение этого музея. В целом неплохо, недорого. Посетить можно, посмотреть, особенно, если вам это интересно. Ну, а мы направляемся дальше. Очередная струйка идет. возле причала есть там монумент один интересный, но не пройти, не посмотреть. Ход в морской музей выглядит следующим образом. Лежит здесь якорь, грибной винт. Там стоит какая-то пушечка. вот такой вот трафик на пробках Стамбула. Пойдем, зайдем внутрь, посмотрим, что там, можно ли тут снимать, или, как обычно, нам скажут, что нельзя. пусть значит, по будням с 9 до 5, последний вход в 4, по выходным с 10 до 6, последний вход в 5, значит, билет 200 лир. Что сказать про морской музей? Представлены, значит, там и макеты лодок, и лодки там султанов, тоже утварь, всякое разное. мне кажется, дороговато, смотрите сами, если вы любите морскую тематику, то, конечно, заходите. Если нет, ну, тогда, наверное, можно и сэкономить по 200 лир с человека. Ну, а мы сейчас стоим на перекрестке, чтобы выдвинуться в райончик кафе, посмотреть, что там есть, да маленько перекусить. Игорь Негода, значит позавтракать мы решили в такой кафешечке называется бар код сели мы на втором этаже как-то нам показалось поспокойнее местечко сейчас принесут позавтракаем подумаем куда идти дальше если у нас уже сильно на сегодня вот немножко мы перекусили решили сейчас дойти еще до особняка атаманского периода там обещают быть кролики и павлины посмотрим сейчас дойдем движение вот здесь конечно я смотрю очень затруднено на вокруг вот идут разные магазинчики уже добрались мы значит до сюда камеру на входе у нас вообще отобрали выглядит значит особнячок вот следующим образом красиво конечно но обидно до ужаса что приходится отдавать технику там он гуси сидят если видно вход 90 лир если у вас нет музейной карты если музейная карта есть а то вход бесплатный сам особняк выглядит следующим образом очень много мелких деталей красиво два этажа там вот еще одна какая-то есть небольшая построечка территория ухожена красиво вот все из мрамора сделано такие мелкие детали красиво здание очень красиво и сейчас мы внутрь зашли как обычно фото видео нельзя делать но что нам удалось выяснить значит а это такая так сказать выездная резиденция султана была здесь то есть вот мы были в долма бахча там его основная резиденция сюда вот он выбирался так сказать провести денек здесь они устраивали петушиные бои бои разнообразные а потом возвращались в основную резиденцию ну красиво дорого-богато как обычно не обманули действительно павлинчики гуляют на территории спокойненько иди сюда павли как голубей гоняется что сказать про этот выездной особняк султана он очень маленький пара комнат открытых для обзора если вы любите гулять ну конечно можно сюда дойти если нет то наверное есть очень много других местом более интересные для просмотра на этом мы нашу прогулку сегодня заканчиваем длительность ее составила чуть более 6 часов честно говоря сил уже осталось немного если у вас еще силы есть то вы можете отсюда дойти или доехать до елд из парка дворец елд из находится на реконструкции к сожалению если вот он был открытому бы точно нашли еще сил до туда добраться вот но но если силы у вас есть то я езжайте в елд из парк мы о нем писали ранее информацию вы найти может можете а мы направляемся направляемся причалу бешектаж откуда отправимся домой в азиатскую часть стамбула до качалу бешек кое-как а о поговорить о о о о о о Продолжение следует...